Всем привет, у микрофонантик, мы продолжаем играть в Dawn of Man и развивать наше поселение древних людей. Мы уже вышли в эру Мезолита, сегодня изучим много новых технологий. Итак, вы готовы? Я готов. Google Translate готов. Мы начинаем. А спонсор сегодняшнего видео проект Starfall Online. Массовая многопользовательская онлайн игра с элементами стратегии в реальном времени и варгейма. Играем в Starfall Online по ссылке в описании. В предыдущем эпизоде мы изучили приручения собак. Теперь они у нас по всей деревне шатаются. И надеюсь, что они просто не заполоняют ее, потому что пока что я вижу 4 собаки, плюс еще вот такие вот маленькие щенки у нас стали появляться. То есть получается, что собаки сами собой потихонечку приходят в деревню и еще и такие вот щенки. Прикольно, да? Окей, мы еще изучили керамику. Теперь у нас вода хранится на складе. Это гораздо эффективнее, чем люди ходили каждый раз к реке попить. Я думаю, сейчас у них будет больше времени, чтобы добывать ресурсы. Ну и как обычно, мы сейчас будем копить очень много очков знаний. Для этого, я думаю, придется массовую охоту устроить вот на этих зверей. Но сначала я все-таки обеспокоюсь оружием. Хочется мне, чтобы копья были у всех, как минимум, чтобы все были вооружены. Если вдруг на деревню нападут, да? Для этого потребуется нам лимиты сделать... Так, копья, копья, копья. Тут опять же, блин, не написано, какие именно копья. Ну-ка, а что у нас в крафтерской-то? Тут то же самое, да? Давайте вот так вот попробуем сделать. То есть 30%, 50%, а 30% нельзя. 50% предлагают сделать луки. Мы пока делать не умеем, хотя к этому идем потихонечку. Просчитываем. 50% всегда хранить. Вот так вот. И делаем... А, вот он как работает. То есть копья, я сказал, 50%, да? И прощи тоже 50%. Нормально. В общем, все будет нормально работать. Конкретно какие копии делать мы выбираем как раз уже здесь. Ну, окей, окей. С одежды у нас тоже все хорошо. Ну и, в принципе, сейчас мы оружие сделаем, устроим массовую охоту, накопим количество необходимых очков знаний и пойдем куда-нибудь вот сюда. Интересно, что когда вот приходят к нам, например, какие-нибудь простые животные, да? муфлоны, то они сразу автоматом помечаются на охоту. Вот более суровые животные не помечаются. То есть вот на таких опасных, видимо, надо самому охотиться. И на маленьких тоже не охотиться сами. То есть помните, мы в предыдущем эпизоде отметили зону для охоты. Вот она так. Так, пока что работает. Так, это была проща, да? Сейчас. Камень не льдел. Да, это была проща. Неплохо, неплохо. Снова приходит гроза. Кстати, по поводу хранения ресурсов, я вот немножечко не учел то, что у нас лимит это ограничено, ведь, да? На некоторые из них. Например, веток больше 15 не соберется, времен тоже больше 15, больше 10 там не соберется. А нам нужно это все собирать, чтобы торговать еще. Вдобавок, так что я немного увеличу лимиты. Посмотрю, как у нас люди будут заняты. Насколько они будут заняты. Там уже будем регулировать. Окей. Все, мы закончили сбор кремния. Так, надо искать новую область, да? Давайте поищем. Флинт. Ну-ка. Так вот, сделаем сразу, чтобы... Угу, это всегда можно добывать. Но далековато. Это далековато. Как они вообще будут добывать? Киркой, что ли? Да, видимо, киркой. Так, тут у нас железо уже. Так, ну ладно, давайте тогда флинт. Пока, я думаю. Вот тут поставим. Конечно, ходить далеко, но... Что делать-то? Придется. Пещерный медведь. Еще знаете, что я хочу попробовать? Вручную назначить охотников. Так, это у нас Флинт Спейер. Так, например, вот женщину с прощой, с каменным копьем, и... Тут у нас костяное копье, да? Так, еще... Еще их не потерять бы еще, да? Да, все правильно. Вот, вроде как можно вручную назначить. Во, можно правой кнопкой просто щелкнуть, и... Они пойдут охотиться. Опять просто медведь пришел. Медведей мы боимся. Точнее, не боимся, а опасаемся. Неразумных животных... Все, сейчас понаблюдаем, как это проща. Работает. Еще разок. Так, ну первые пять копьем метателей будет работать, да? Понеслась. Медведь не нападает. Видимо, испугался трех человек, да? Или это молодой медведь? Что-то не проверил. Ну, все. Что-то, слушайте, камень летит по такой же траектории, как копье. Это ненормально. А, да, это был молодой медведь. Ну ладно. Я, в принципе, молодых тоже убиваю. А то они вырастают и начинают приносить неприятности. Такое ощущение, что топоров стало меньше. Или у меня изначально было три. Я как бы не замечал, чтобы инструменты тут портились. Было бы интересно, если бы оно так работало, но... А, да, слушайте, портятся. Портятся инструменты. Ну, в принципе, это хорошо. Это логично. И хорошо. Ни хрена себе, мамонт пришел слушать. И может быть, нам на мамонта поохотиться, а? Как думаете? Так, вот на этом моменте я все-таки сохранюсь. Тут есть квик сейф. Все, давайте на охоту мамонта назначим. Тем более, он переплывает от озера. Хотя сейчас, наверное, не успеют они опять. Так, тут костяное. Тут у нас тоже костяное. Так, а давайте вот так вот. Это у нас каменным, да? Так, подожди-ка. Тоже каменная. У 64-х. Назначить мне интересно, вот они будут охотиться или нет. Пошли. Что-то непонятно. Вроде пошли. Мамонтов мы еще не убивали. Я думаю, пришло время. Лучшего оружия у нас уже не будет в ближайшее время. То есть, когда у нас там еще будет? Вот тут только медное... Медное копье, топор, кирка, нож и сероп. Пока. Другого нам ожидать не стоит. Мяса у нас, правда, дофига. А сколько с ним мяса, слушайте, упадет? Блин, почему только двое-то пошли, а? Вот еще двое идут. Да, можно, слушайте, четверых назначить. Ну, этому манту кранты он пока будет переплывать на реку. Я думаю, без проблем мы его затащим. Просто идеальный момент. Бедный мамонт. Мне даже его жалко. Эх, не успевает он. Да. К сожалению, не успевает. Ну, чё ж, ладно, битву мамонта с людьми мы еще увидим. Я думаю, это не последний мамонт, которого мы завалили. Массив хантера я получил достижение, слушайте, интересно. Так, 10 шкуры, 15 мяса, 4 кости. Неплохо, неплохо. Одному мамонта нам аж на зиму хватит. Даже. Так, ну-ка, склады-то, чё у нас? У нас сушеное мясо. Так, а не много ли у нас шкур изначальных? 6 всего лишь, да? Сушилки всего 2, но они почему-то на 100% не используются. Видимо, нет особой необходимости. Я думаю, даже можно копию-то держать не на 75%, а на 50% я сделал, да? Да не, нормально. 50% прощи. Так, может, даже так, 25. Чё-то я не уверен, что она настолько эффективна. Это проща. 75% копий, потом еще луки у нас появятся. Скоро уже. Так, ну, на складах места хватит. Вот они, видите, уже начинают транспортировать на санках. Крепасы только. Где показывается, что он несет-то? Не показывается. Я думал, что санки надо отдельную теху изучать. Вот это вот. Следж. Ну ладно, окей. Итак, что мы можем изучить? Мы можем изучить шлифование камня. Дальше стрельба из лука. Это у нас обработка, переработка зерна. Бобовые потом будем перерабатывать. Окей. Я думаю, что самое время шлифования камня изучить, да? Мы как раз сможем добывать медь. Вот. потом уже будем все остальное изучать. Пока так. Подожди-ка. Тулсон, крафтер. Окей. Нам стал доступен нож. серп. Так, давайте три штучки пока сделаем. Флинт кирка у нас так было. Кайф. Вообще, ножи нужны для всех в принципе. А пока давайте три сделаем там посмотрим. Да, нам не хватает ножей, пишут. Это нормально. Четыре. У меня народа 17, да? Да не, нафиг. Давайте вот так вот сделаем. чтобы всегда ножи были. 50%. Ну, нормально. Пусть сделают. В принципе, камней дофига. Так, флор. Что такое флерта? Флерта мука, по-моему, да? Мука, мука. Она что-то дешевая. Вылью у нее небольшое. Бобовые пока не будем покупать. Кожа пригодится. Так, и отдадим тогда у нас излишек мяса сейчас будет. Поскольку мы завалили мамонта. Так, одежду может отдать? Не, одежду не хочу отдавать. Одежда пригодится на зиму. Все. Окей. Ну, ничего ценного. Что там? Как только у меня появились ресурсы в избытке, да? Торговцы перестали приносить нам технологии. То есть они поначалу предлагали какие-то технологии нам купить, а сейчас хрен дождешь. Так, это у нас что? Зубр опять? Так, не понял. Ножи-то всем нужны, что ли? У нас, в принципе, сейчас пока ни одного ножа нет, но... Так, флинт. Не, не нужны всем ножи. Хоть кому-то нужен нож. Так, ну, пока вот копии будут делаться. Вот так вот сделаем тогда. Парочку серпов потом еще закажем. Будет ок. Так, и пришло три человека. Еще мы можем четверых принять. В принципе, надо про запас держать одну-две палатки всегда. Так, и у нас веха достигнута какая-то. Экспансия. Нет, короче, предела для экспансии пишут нам. Это хорошо, конечно, но пещерные львы пришли. Трайб львов. У львов уже трайба, да? Не стаи? Здравствуйте, еще и киркок. А, киркок, блин, кирков. Кирок не хватает. Нет, это все надо на поток ставить. Так жить нельзя. Хорошо, давайте тогда топоров держать 50%. 50% серпов тоже. 50% пусть будет. вот так вот. Так, кирка, топоры. И, надо глянуть. Ну, правда, при таком режиме, наверное, у нас вообще мастера будут без остановки что-то делать. Может, даже второго крафтера построить, как вариант. Нефиг знает, да? пока непонятно. Ну, атака идет. Так, у нас 7 очков, между прочим. У нас еще новый человек родился. Что у нас там дальше идет? Стрельба из лука. Давайте стрельбу из лука изучим. Так, луки тоже производить. 50% выставлено. На замену проща, в принципе, пойдет, да? Так, что у нас там проща там? Проща 25%. Ну, в принципе, на всякий случай можно как бы ее держать, эту прощу. Мало ли что, я бы отключил пока что. Так, у нас кончился кончился кремень, да? Бляха. Далеко идти? Ну-ка, давайте еще поближе поищем. У нас везде медь. Да, далековато остальной кремень. Ну-ка. Да, тут идти далеко. За этой кучкой там. Тут еще можно, пособирать. Давайте-ка. Вот так вот сделаем тогда. Снова торговец пришел, торговца, сейчас уже с салазками приходит. Так, хлебушек, зерно. Флинт, давайте-ка, Флинт, возьмем парочку. Так, хлебушек можно, в принципе, купить, но я думаю, у нас мяса дофига. Ммм, технология, слушайте. Ну-ка, давайте попробуем. Флинт нафиг идет. О, нет, 210 мы, по-моему, не осилим, да? Надо просто все отдать. Что у нас имеется. Хотя вот кожа на самом деле неплохо ценится, да? Лиза. О, давайте-ка мы одежду продадим. Прикольно, слушайте. Ну, учитывая, что они все в шкурах ходят, как бы, чуба нет. Мы новые наделаем. Да, все практически продал. Бревна тоже, как бы, отдавать. Нам еще чем-то топить надо, ведь. Интересно. Давайте-ка тогда одну такую вот шкуру продадим и поменьше мяса отдадим им, а то ничего будет хавать. Народу у нас полно. Ну, попробуем, имеет ли это смысл в общем. Сможем делать санки зато. Так, позволяет нам строить санки в критикал транспорт эрес. Да, короче, транспортировка ресурсов в ранних эрах. Ну, будем надеяться, что оправданно. Там требовалось, по-моему, тоже 7 очков. Нормально. Хотя бы чуть-чуть мы ускорим наше продвижение по технологиям, а то уж очень все медленно тут происходит. Если не играть, конечно, на 8-й скорости. Пережили зиму, дали нам 1 очко знания. Ничего труднее не на каждую. Не после каждой зимы нам дают эти очки знания. Странно. Вообще, я подумал, что мы можем по-крупному заняться экспортом одежды, учитывая, сколько мы способны вообще убить животных. Так, офига себе, не быстро собрали. Ладно, я видел еще одну территорию. Так, где-то тут была кучка камней, а тут она была. Ух ты, мы израсходовали всю еду. Вот они, последствия. Так, стоп, стоп, надо мне рыбу срочно ловить. Что-то я про рыбу вообще забыл. После зимы ее обратно не ставлю. Это опасно. Это очень опасно. Я бы даже сделал вот так вот. Нет, подожди-ка. Надо делать вот так вот. Три человека на рыбу и сейчас еще охоту назначим. срочно нужна еда. Всех убить. Всех муфлонов. Да, по поводу гарпунов. Слушайте, у нас гарпуны-то вообще каменные производятся или нет? Или такого нет? Просто инструменты как? Нет, видимо, не требуется. Хватает и дерева, да? Слушайте, а что мне хлеб-то производится вообще? Нет, у меня же... А, сначала надо переработку зерна изучить. Блин, еще пещерный лев пришел. Так, ну надо его на охоту пометить, я думаю. Мы же можем, в принципе, вручную так вот сделать. Что у тебя там, копье? Все, успели убить на этот раз. Так, человек у нас ранен, видите, у него ХП 11 всего лишь. Ходит он в шкуре. А кожу они так и не надевают, да? Сами собой-то. Надо за ним что-ли понаблюдать? В каких случаях вообще ХП-то восстанавливается. Главное, не уменьшается, и хорошо. Вон, отдых надо идти. Вроде восстанавливается и потихоньку, да? Отлично. Опять пищи не хватает, да что ты будешь делать там? Так, вот этого надо убить. Что он сюда пришел-то вообще? Короче, на больше животных, да? Больше животных. Видимо, придется опять помечать зону для охоты. Вот эту, к примеру. Чтобы они сами ходили далеко вообще-то от нашей живой области там. попробуем. Так, опять мы собрали весь кремень. Еще раз, с этим кремнем проблемы очень серьезные. Надо еще искать области. Так, увеличу туда количество тут работающих. работающих. Хорошо, нехватку пищи мы пытаемся решить. Во-первых, я заметил, что мне, оказывается, гарпунов-то не так уж и много. Так что, заказал побольше костяных именно, да? Что, у нас костей тоже много. 50% вот у меня будет инструментов для рыбной ловли. Также побольше человек на ягоды надо. У нас что, лето? Да, у нас лето. Пока лето, надо ягоды собирать. Четверых. Так, добычу кремня вот тут у нас можно это делать и тут еще. У нас тоже два человека. Окей, популяция нашей неуклонной растет. Вот уже 25 человек и думаю, что еще пару палаток надо в очередной раз поставить в порог. Смотри, серпов-то тоже нам надо побольше, да? Ну, в принципе, серпы на автомате как бы должны делаться. Так что, должно хватить. Должно хватить. У нас уже 6 очков пока что. Ну, в следующем, очевидно, мы переработку зерна возьмем. Как раз у нас чуть-чуть муки на складе вроде бы было на каком-то. Так, а где ж мука-то? Я точно помню, что была мука. Ушки муку, по-моему, то ли испортилась, то ли ее схавали. Непонятно. Тут, вроде бы, можно было выпекать хлеб, но, видите, без переработки зерна-то никак будет вообще. Хлеб-то выпекать что-то непонятно, короче. Что случилось с мешками муки? К нам зашли опять тут козлы. Мясо у нас будет. Ну, мясо, видимо, долго очень сушится, поэтому у нас иногда люди и голодают. то и дело выскакивает сообщение, что не хватает еды. Но в целом, видите, все живы как бы. Переработка зерна требуется для стока сена. Мортар-то я почитал то ли раствор строительный, то ли толочь в ступе можно будет. Так, переработка зерна будет тут вот. мука и хлеб. Хорошо, берем. Так, позволяет вам собирать дикие злаковые, толочь их в муку и делать хлеб. Неплохо. Неплохо, неплохо. Опять штурм у нас дадут. Так, подожди, как это происходит вообще автоматом или... надо здание делать для перемалывания это. Что-то типа мельницы или что? Вот сток сена. Сток сена топчик. Значит, нам нужны ветки, да? Сейчас глянем, что у нас тут по веткам-то. По веткам вообще у нас веток нет больше. Угу, точно нет. Тут еще полно веток, да, походу? Так, а если увеличить зону? Если увеличить зону еще больше. Ну, пусть тут пока собирают и парочку стоков сена мы поставим. Вот. Пока попробуем один сток. Посмотрим, сколько там получится. Так, продукция. Вот. Видимо, что-то типа мельница, да? Ну, не мельница, а ступы. Короче, это ступа. Эта ступа в ней толкует. Видишь, ее поставить там. Что-то поставить. Ладно, давайте тут недалеко от костра. да, да, с этой транспорта можно ведь салазки как раз сделать. Что-то я не подумал, думал они автоматом их как-то делают, но нет. Надо все руками. Я думаю, две штуки мы построим и будет уже видно, будет хватать или нет. Так, ты-то что стоишь? А, торговец. Мм, переработка бобовых. Нет, я уже не буду ничего менять. Уже наменялся. Хотя, нет, это шкуры. В принципе, мне особо сейчас ничего не надо покупать-то. Просто будем копить, наверное, резы, чтобы вот эти технологии выкупать. А пока можно, в принципе, сушеную рыбу прикупить, чтобы у нас голода не было. Я бы вот в первые денечки там серпы можно отдать. Особо отдать-то сушке нечего. Танин, не хочу отдавать я. Давайте Флинт отдадим, хотя он, конечно, дорогой. Ладно, две штуки. Можем пожертвовать. Так, как-то называется там основание для стога сена готово. Сколько-то вмещается вообще страу. Так, а это все надо, наверное, серопом опять же. Ну-ка, ну-ка. Экстракт ватур. А где страу-то собирать? В справке написано, что это позволяет хранить как раз в стоге сена хранить солому вместо того, чтобы держать ее в доме и занимать место для жилья. Так, надо, короче, найти мне. Где-то все дело добывается. У меня пока что ягоды только. Кроме ягод рядом с домом ничего нет. Ну-ка. Тут что-то интересное, да? у нас клубника опять. Вот, злаковые, слушайте. Тут-то и надо собирать, да? Так, отметим. Блин, слушайте, надо еще вот эти узнать, что это означает. В общем, у нас тут повседу ячмень барли. Его собираем. Тут еще растет лен, но его пока нельзя. Нужно качество сначала изучить. Так. Это у нас что такое? Это у нас рожь. Речка, реченька, речушка. Речка, реченька, река. И все, в принципе. Еще какой-то эммер растет, но я не знаю, что такое. Пытался перевести, мне написало эммер. Видимо, такое есть растение. И все, в принципе, больше у нас тут поблизости ничего нет. Из злаковых-то. Похоже, что. Все, в общем, наотмечал, что мог. Будем ждать, пока у нас ток заполнится. Еще как-то можно эти домашние, эти злаковые-то. Ну-ка. Где-то это я видел. Тут, что ли? Да, это домашние меня злаковых. То есть, мы сможем уже не бегать по карте, а сами выращивать. Но нужен неолит, в который мы, в принципе, уже скоро попадем. У нас закончились деревья. Надо переносить эту область. Вот тут, что ли, все вырубать? А животные тогда будут приходить, если мы вырубим все? Это вопрос, это вопрос. Давайте тут вырубим пока что эти деревья. Так, что-то не поставилось, что ли? Не поставилось на камне, да? Я просто хочу сделать так, чтобы деревня была на двух берегах реки. Это довольно-таки удобно, но на самом деле не очень эффективно с точки зрения обороны. То есть, если у нас нападет другое племя, то нам выгоднее все-таки реку по сторонам иметь. Ну, возможно, пока не буду туда переезжать. Посмотрим, короче. Со временем посмотрим. Так, у меня опять не хватает теплой одежды. Почему? Потому что у нас очень много всего производится. Так, давайте-ка пересмотрим маленечко. Топоров поменьше, для рыбной ловли тоже поменьше, серпов тоже поменьше. Нафига так? Много-то нам этого всего, да? Вот, для охоты инструменты, в принципе, пусть будут. Даже можно так вот сделать, 50%. Хотя копия, конечно, это основное. Давайте ножей поменьше сделаем. Луков тоже 25%. Так, прощи-прощи, блин. Давайте-ка мы фиксированно сделаем 5 штук и хватит. Луков, в принципе, тоже можно сделать либо 20 штук или 15. Да, но это нам все, короче, уже с опытом будет ясно. Так, кучу нам очков подвезли за злаковые. Дикая лошадь сбежала. Что у нас там транспорт-то построился? Да. Ладно, давайте изучаем тогда бобовое. Переработка, да? Отлично. Осталось 15 очков для одомашнивания злаковых. Сейчас надо бобовое искать. Так. Да, то же самое в муку и хлеб. Муката у меня начала появляться вообще нет? По-моему, нет. А нет, хлеб появился. Видимо, сразу же перерабатывают. Или это я купил три буханки? Непонятно. Так, скоро у нас зима. Надо бы чуть-чуть поохотиться, а то у меня что-то с мясом постоянно нехватка уже из-за такого населения там. Да, вся живность вообще вокруг нашего нашей деревни вымерла. Как бы всех мы уже истребили. Практически вот эту стайку можно стада уничтожить, да? Да. Ну, в принципе, скоро у нас уже злаковые будем выращивать, так что можно, я думаю, на этих поохотиться или лучше все-таки чуть-чуть вот этого убить, например. Так, female, female, male. Нормально, тут у меня еще хватает. Хватает женских особей. Вот две можно убить. Нормально. Ничего, выживем. У нас еще рыба дофига ведь, да, должно быть? Что-то рыбы тоже немного. плохо так с рыбой то, алло. Да, слушайте, с рыбой плохо все. Так, ладно, давайте тогда мы перетащим вот сюда. и воды у нас тоже не особо много. Так, вот будем менять как бы области по переменке. Сначала воду тут добывать, потом рыбачить и наоборот. Так, вот мы первый хлеб сделали. Огонь. Играда поперла, все уже гораздо быстрее, я чувствую. Не так, как в первых эпизодах. ранена лошадь. Хромую кобылу надо пристрелить. Что такое, пещерный лев опять убить? Пока он первый не напал. Сейчас мы все расстроены опять ходят, слушайте. Льву ничего не остается, как убегать. Короче, я решил побольше татемов поставить, потому что видимо не хватает. Так, бизон такой, да? Бляха, убил кого-то. Мы его тоже убили. Блин, когда же будет броня эта уже, нормальная? Что-нибудь из металла меня бы устроил в принципе, хотя нет, этого, конечно, не будет, я понимаю. Даже тут не средние века. Ну, хоть что-то они могли придумать. не, в металлической броне неудобно охотиться. В принципе. так, давай уже проебодай музыка. Тут дофига убитых. Уж нечего на стадо напали, что ли? Такое впечатление, что... Видимо, на двух напали, а один попытался защитить. Вот почему так. да, опасно. Ну, в принципе, в те времена, я думаю, люди, как мухи, просто умирали. Так что не страшно. Странно, что у нас болезни очень редко возникают. Я думаю, что опять же, в те времена больше-то от болезней погибали, чем на охоте. Если кто-то знает исторические подробности, пишите в комментах. Мне всегда такое интересно почитать. В общем, мне надо пять тотемов в сумме, чтобы побольше был престиж. Так что сейчас будем клепать. Не очень удобно он ставится. Еще надо два штуки. Два штуки, да. О, здравствуйте. От старости умер, да? По-моему, первый человек, который умер. у нас от старости. А где его труп? Вот он. Его вообще похоронят, нет? Чего-то я сомневаюсь, что похоронят. Так, возвращаемся. Подожди, где это? У нас пацан что-то тащит на салазках. Ресурсы для строительства. Так, опять у нас собрали. Ух ты, нифига себе. добыли ремень весь, нифига себе. Вот это да. Вот это да. Надо новый искать опять. Что ж поделать-то? Как все быстро кончается. Нам все дальше и дальше приходится отходить от нашей деревни, что меня беспокоит на самом деле. Вот тут еще парочка кучек. И здесь еще парочка кучек. Неплохо. Еще три человека пришло и восемь мест свободных. Еще один родился. Да, слушайте, плодимся. Плодимся просто как не в себя. Еще одну палатку тогда. Мы уже пошли на второй радиус. Второй радиус палаток. Их так вот решил по спирали немножечко ставить. Так, как же лучше, так, наверное, будет лучше. И нормально. Что-то у нас опять трайп львов пришел. Опасные тварюги. надо завалить. Нет, слушайте, на самом деле опасно, конечно. Может, нафиг. Сначала побольше народу накопить. Так, это вроде одиночные цели были. Одиночный лев где-то ходил. Так, это кабанчик. Какие-то малыши, еще медведи ходят. Вообще, звери иногда дерутся друг с другом. я это видел, просто на запись это не подошло, не подошло, не попало. А так бывает. Так, что торговцы-то принесли? Хоть опять всякую фигню ненужную. Кожаная одежда мне не нужна. Технологии они не принесли. Ладно, что. Будем пока ждать. В общем, если одежду я решил экспортировать, то надо будет ее так вот сделать. Бесконечное производство. 150 процентов, ну, бесконечное пусть пока производит по-своему. У меня вроде бы кожу-то больше не на что тратить, кроме как на эту одежду. Носить они ее не носят, судя по всему. Я думал, хотя бы они в жару будут ее надевать. Сток сена потихонечку пополняется, но недостаточно много пока что мы набрали. Потому что все очень далеко растет. Пока сами выращивать ни на чем. Видимо, не ждать большого количества зерна нам. Так, у нас собака сдохла. Прикольно. Что, будем разделывать на мясо? В принципе, тут ух ты, смотри-ка, львы пришли похавать в деревне прям. Да, разделал. Ну ладно. Ну, в принципе, можно, я думаю, что. Если мясо не отличается от обычного, Чубы нет, чего ему пропадать-то? Осталось буквально 4 очка. Так, что мы еще получим-то? Так, банчиков убили. Мы получим одомашнего у меня, бобовых. Да, вот это все можно будет выращивать. Ей, инкорн, это что такое? Это однозернянка. Тоже, видимо, такое растение. Существует. Ну, ячмень там, эммер, все понятно. Эммер, может быть, это солод? Нет? Снова пришел торговец. Я хотел понаблюдать, как работает тележка, что он там таскает, ради чего? Точнее, она. Ради какого количества ресурсов она тащит эту телегу? За камнями, наверное, пошла, да? Наверное, за камнями. Парочку бревен. Ну, в принципе, три бревна, как бы, чудо. Руками-то не утащишь. Вполне себе оправдано. У нас уже 14 очков, там на 15. Сейчас мы с торговцем поговорим. технологий-то мне опять не принес, да? Давай хоть зерно возьмем у тебя, что ли? Так, хлеб нам не нужен. Топор, в принципе, учитывая, что у нас все меньше и меньше кремния, кремния, точнее, то будет неплохо. Так, слушайте, вся одежда куда-то делась, видимо, они ее надели. Сейчас будут проверить. Так, двадцаточка, 25, еще можно что-нибудь купить. Вот так вот, да? Окей. Ну-ка. Да, слушайте, они кожу надели 27 градусов. Да, реально, слушайте, когда жарко, они кожу надевают. Видимо, кожа их как-то охлаждает, что ли. Кабанчики опять к нам пришли. Стайка небольшая. Ути-пути, какие, какие маленькие, а? Посмотри-ка, всех убить. ух-то, сразу же три очка знания дали за 30 населения. Неплохо, неплохо. Окей, тогда планируем еще одну палатку. А, тут уже одна палатка запланирована, да? Ну, в принципе, можно еще одну. Что-то они все, такие занятые. Никто не хочет строительством заниматься. Так, ну, нормально, тут поставим. Окей, что мы имеем? А домашнего не злаковых берем. Неолитическая эра уже здесь. Так, позволяет вам садить и собирать злаковые, разблокировать неолитическую эру. Это и драматические, драматическое увеличение количества человек вы можете... Короче, это надежный источник питания на все года. Так, это один из наиболее важных технологий в истории человечества. Да. Я согласен. Так, неолитическая эра у нас разблокирована. Фермерство. Фермерство позволяет вам автоматизировать продукцию еды and sustain more people in your settlement. Содержать, видимо, больше людей в вашем поселении, вы можете сажать разные растения, зерна, как хорвис просто. Когда собирайте и обрабатывайте их, чтобы кормить ваших людей. Так, родство, что у нас? Культуры, да, культуры точно. Культуры обычно сажают зимой или весной и собирают летом или осенью. это важно сажать разные культуры, где связаны ганазель вайп. Короче, могут появиться болезни в легкую. Он не виск, в списках. Короче, какая-то культура может быть поражена болезнью, поэтому лучше сажать разные культуры, так сказать, диверсификация культур. Так, в порядке максимализации эффективности сбора убедить, что вы имеете достаточно серпов вокруг. Ясно. Я вас понял, кабанчиков убили. Это что-то такое, мясо. Да, мясо. Так, меня интересует, вот у нас появилась там пункт растения, да, просто вот так вот, да, я думал какую-то ферму надо оставить. То есть здание, никакого здания нет, продукшен, да, никакого здания нет. Ну, в духовности явно ничего не появилось нового, тут тоже. Хорошо, тогда мы осадим культуру. Сначала эмир. Так, click and hold to place field. Сейчас. Вот так вот это работает. Любопытно. Так будет нормально? И лучше квадратные поля для красоты. Нет, я хочу именно чтобы у меня от воды росло. Вот так вот. Окей. Дальше. Так, а рядышком можно? Нет, рядышком не получается. там запрет и ячмень. Во, красота. Слушайте, пока три культуры поворачиваем, а там посмотрим. Блин, слушайте, я в трейлере видел, что домик ставится. Тут по-моему какая-то подстава с домиками там. Вот у нас Гренари. А, это еще рано, да? Хорошо, что у нас тут? Фортификация, копание колодцев, это, я не помню, что такое. Подземная добыча, одомашнивание козлов, плетение, ткачество, стилтинг, понятия не имею, что такое, но нарисован мост, видимо, можно строить мосты и мегалитизм. Да, безусловно, очень много нас нового ожидает в следующем эпизоде, так что оставайтесь на канале, если еще не подписаны, то подписывайтесь, ставьте лайки, если видео вам понравилось и вы ждете продолжения этой игры на канале. Ну, а с вами был Антик, всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok